Здравствуйте! Это новости Дагестана на телеканале ННТ, студии Махач Курбанов. И короткий анонс, что будет сегодня в нашем выпуске новостей. Господин посол, позвольте бы приветствовать вас и вашу делегацию на территории Национального Дагестана. Мы рады и выражаем признательность за то, что вы оказали внимание нашей истории. Транспортный коридор север-юг и не только. Посол Ирана в России встретился с главой Дагестана Сергеем Меликовым и с духовным лидером мусульман республики шейхом Ахмадом Афанди. Из-за нехватки мест, некоторых больных пришлось укладывать в коридор и оказать им помощь временно. Спустя час-два мы уже переводили в палату. Остались только двое. Горькие последствия сладкой трапезы. Что же такого съели жители Буйнакского района, десятками поступившие в больницы после отравления, узнавали наши корреспонденты. Град в горах и сильный дождь. В Дагестане разгул стихии нанес значительный ущерб жителям отдаленных районов. Подробности в выпуске. 3 миллиарда 600 миллионов на один район. Кому в Дагестане привалило такое счастье от федерального центра, узнаем скоро. Дагестан рассматривает Иран как ключевого партнера по развитию Махачкалинского порта. Об этом заявил глава региона Сергей Меликов на встрече с послом Ирана в России Каземом Джалали. Одним из перспективных направлений сотрудничества обе стороны считают использование логистического потенциала республики в рамках транспортного коридора «Север-Юг». Господин посол, позвольте поприветствовать вас и вашу делегацию на территории многонационального Дагестана. Мы рады и выражаем признательность за то, что вы оказали внимание нашей республике. Иранская сторона выразила готовность участвовать в совместных проектах, как сейчас, так и на перспективу. Наша страна всегда готова выслушать предложения и сделать все возможное для их поддержки, заявил посол. И в частности, мы предкладываем огромные усилия к тому, чтобы ускоренными темпами развивать наши торговые и экономические отношения. Но и в контексте развития экономических отношений между Ираном и Россией, республика Дагестан играет очень важную роль. Сразу по завершению официальной встречи с руководством Дагестана посол Ирана в России навестил духовного лидера мусульман республики, шейх Ахмада Афанди. Встреча прошла в теплой и дружественной атмосфере. Гость поблагодарил Буфтия региона за радушный прием. Продолжение следует... Нас очень радушно приняли вчера встретили Хорошее гостеприимство Сегодня провел встречу с главой республики Была очень хорошая встреча И очень рады, что отношения между нашими двумя государствами с каждым днем развиваются И самый большой капитал заключается в том, что мы являемся мусульманами И благодарим Господу за это От имени всех мусульман Тагестана вас приветствую на нашей земле То, что вы своими глазами видели и вы рассказали, как вас встретили Другого я не ожидал и никогда не буду ожидать У нас республика много конфессиональная И в этой республике никогда, я даже в истории не помню, межрелигиозные или межнациональные разногласия, что здесь были То, что вы говорите, как вы через Дагестан вы налаживаете, улучшаете отношения По этому поводу я благодарю Аллаха за то, что Дагестан Всевышний сделал хотя бы маленькой причиной Чтобы укрепление братства между двумя странами По факту массового отравления в Уйнакском районе возбуждено уголовное дело Напомним, с 19 июня симптомами пищевого отравления в инфекционное отделение районной больницы продолжают массово поступать люди Что стало причиной отравления и в каком состоянии поступают пациенты, узнавала моя коллега Патимат Ханапова Сладости не всегда радости, это на собственном здоровье испытали жители села Нижнее Казанище Которые решили себя побаловать лакомством из местной кондитерской По итогу около 60 человек с отравлением госпитализированы в больнице среди пострадавших и дети Из-за нехватки мест, некоторых больных пришлось укладывать в коридоры, оказывать им помощь временно Спустя час-два мы уже переводили в палаты, остались только двое Ничего не чувствовалось, прям очень вкусная гна И потом мавли те, кто был, кто ел именно творожный, те отравились Свадьба, мавлиды, пикник. В этом массовом отравлении специалисты отследили три основных очага И на всех этих мероприятиях были сладости из местной кондитерской Собрались все роднёй, поехали на природу Захотели купить выпечку Очень каприз Поели все, отравились и по месту попали То есть все, кто были на отдыхе? Не все, кто именно поел каприз А сколько человек получается из вашего? Из наших? 10 в чем-то, да? Да, 12 что ли К счастью, говорят врачи, более 80 заболевших это взрослые Больные признаются, сейчас их состояние значительно улучшилось В первые же дни они были не в состоянии ни двигаться, ни разговаривать На данный момент уже тяжелых случаев нет, многие идут на поправку Есть улучшения Мы выписываем людей Сегодня выписали троих Вчера выписали одного Еще готовится человек 5-6 к выписке Проблемы в обеспечении медикаментозном нет Но и помощь люди получают в полном объеме Прокуратура Республики отреагировала на инцидент Проводится проверка Будут выяснены причины и условия происшедшего А также дана оценка Соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства По факту возбуждено уголовное дело Сильные ливни обрушились на Дагестан В горах республики они сопровождались градом Дворы покрыты слоем льда Из-за разгула стихии размыло дороги Машины передвигаются вплавь Пользователи соцсети отправляют последствия обильных дождей Из горных районов республики Так в Ливашинском районе стихийная река Стремительно несется по местным улицам И сносит все на своем пути А вот в Гунибском районе непогода Привела к сходу горных пород на дорогу Перекрыто транспортное сообщение В шести населенных пунктах Дугневные ливни Размыли дороги и повредили дома Также и в Акушинском районе На Махачкалинской нефтебазе Прошли пожарно-тактические учения Спасатели МЧС Отрабатывали и совершенствовали Навыки тушения крупных возгораний На опасных и стратегически важных Объектах республики Задействованные в ликвидации ЧС Сотрудники показали слаженные действия От начального этапа возникновения пожара До его локализации Руководство ведомства оценило Результаты учений на хорошо Уже прибытие первых подразделений Наших уже была организована Бесперебойная подача воды Силами объектового подразделения Надо отдать должное И правильно были выбраны позиции И так далее Сегодняшние учения Считают, что прошли достаточно На хорошем уровне Имеются и замечания Есть и положительные моменты Мы отработали несколько способов Подачи С техник Недостатки Мы более разберем уголку И будем работать над их устранением Карабахенский район Дагестана Получит инфраструктурно-бюджетный кредит В размере 3,6 млрд рублей Об этом в своем телеграм-канале Сообщил глава региона Сергей Меликов Решение о выделении средств Было принято на заседании Президиума правительственной комиссии По региональному развитию Под руководством вице-премьера Правительства России Марата Хуснулина Глава республики пояснил Потому что эти средства пойдут на строительство Магистральных водоводов, газопроводов Линии электропередач и систем водоотведения Для реализации комплексного проекта По развитию прибрежного муниципалитета Выявлять незаконные стройки будет проще В Дагестане запустят портал Для мониторинга строящихся объектов Это позволит оперативно реагировать И пресекать факты незаконных возведений многоэтажек Внедрением теории в практику Будут заниматься два ведомства Минстрой и Минцифры Они смогут также контролировать Документы, имеющиеся у застройщика Проекты, стоимость квадратного метра И другую информацию Вовремя обнаружить подозрительное здание Гораздо легче, чем потом выселять из него Дольщиков, уверены в правительстве республики Портал должен значительно в этом помочь В Махачкале проводится серьезная работа По налаживанию обратной связи с населением Об этом заявили представители организации Диалог регионы, посетившие столицу республики с рабочим визитом Гости также приняли участие в церемонии открытия Центра управления городом С начала своей работы ЦУК Махачкалы Обработал более 10 тысяч Обращений граждан Об этом сообщил руководитель регионального ЦУРа Султан Абдулавимов Мэр города Салман Дадаев в свою очередь подчеркнул Что во всех структурных подразделениях администрации Есть специалисты, отвечающие на обращения горожан В комментариях под постами в телеграм-каналах Хороший пример, когда за цифрами стоят конкретные дела Конкретные вовлеченные профессиональные люди И все это находит отражение каждый день в жизни города И в жизни людей Спасибо вам большое за проведенное мероприятие Очень было нам и полезно, и интересно И это наша сверка часов подтвердила Что вы очень интенсивно развиваетесь И всем чем-то мы со своей стороны сможем оказать содействие И в дальнейшем готовы в любой момент всегда Спасибо, спасибо на самом деле Потому что вот те инструменты, которые нам вы даете И вот обращать внимание на аналитику, на подходы В ежедневном режиме оптимизировать работу Центра управления Городом и в конечном счете повысит удовлетворенность граждан С момента, как говорил, пока у нас в аккаунте инстаграма Это была эта работа Она носила более такой, ну, скажем, любительский характер Мы ее внедрили, мы с гаражами находились на прямой связи Реагировали, отвечали А вот уже с внедрением именно системы Центра управления регионом И продолжение его на муниципальный МЦУ Это уже на системной такой Совершенно другого уровня работы Получилось ее поставить И вот ваши механизмы И то, что вы нам даете там советы и рекомендации В разы нам уже на профессиональном уровне удалось все это отрегулировать И когда граждане в порядке 59-го федерального закона Не ждут там месяца рассмотрения их обращения Получения и не всегда остается удовлетворенным Вот именно инцидент менеджмент нам позволяет В режиме практически реального времени В течение 30 минут берется он в работу В течение там рабочего дня устраняется Если нет, включается в план Там, если необходимо Асфальтобетонное покрытие там Заменить или отремонтировать Какие-то там другие дополнительные ремонтные работы провести И когда уже отчет выкладывается И жители это видят Поступает обратная связь И другое население за этим наблюдает Получается, можно через инцидент менеджмент Обратиться Подать электронный просто комментарий В соцсетях и обращение будет рассмотрено Это у нас удовлетворенность махачкалинцев Махачкалина появился в меню ряда городских кофеен Авторский напиток, который был признан Жюри Махачкалинского фестиваля «Бориста» Лучшим вариантом, достойным носить имя созвучное городу Кофе скоро будет в меню всех без исключений Объектов общепита города Об этом сообщили в городской администрации В составе Махачкалина Урбеч, Щербет, Мед и сливки дагестанского производства Первые дегустаторы нового столичного напитка отмечают Кофе понравился и его хочется заказывать снова и снова Это все на сегодня Оставайтесь с нами, смотрите новости Всего доброго Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова